Музыка Есть предложение Перейти ко второму вопросу Я уже и пришел Хорошо, спасибо Второй вопрос звучит так О перспективах изменения трудового законодательства И о альтернативных проектах реформы ЖКХ Доклад депутата Госдумы Шея Олега Васильевича Ну, уважаемый товарищ, по перспективам трудового законодательства В принципе, я уже говорил Поэтому, наверное, повторяться смысла особого нет Если какие-то вопросы можно будет задать Я постараюсь ответить По перспективам реформы ЖКХ ситуация следующая Но все представленные члены Российского комитета рабочих Знают, что в прошлом году правительству был внесен проект Так называемой реформы коммунального хозяйства Которая, в сути, никакой реформы не была Там офис вводил только двух позиций Это отмена льгот И это выселение неплательщиков И все Вот вся демалогия там Какие-то индивидуальные счета На которые будут поступать субсидии Это на самом деле демалогия Потому что никаких счетов, никаких субсидий В этом законе прописано не было Тогда По получению Федерального совета Российской партии труда Извините, Александр Николаевич Факт из факт Значит Был внесен за мою выпису альтернативный проект К нему на протяжении лет Присоединилось еще порядка 10 депутатов Из разных фракций В том числе регионов России КПРФ Аграев и народных депутатов И вне профессиональных Во-первых Удовольствием самым добиться Переноса голосования С июня на осень Потому что два проекта не один Надо было бы обсуждать Оба рассылать Мы выиграли время Время нам дало очень много Удалось немножко провериться по стороне То есть я вот сам был в Магадане И на Камчатке И в Южной Сибири В центральной европейской части В районе городов Были отбиты телеграммы Во все ветеранские организации Была встреча В Российском совете ветеранов Я знаю Должны были публиковаться материалы На газете соответствующие ветеран То есть мы поднимали Народное настроение Переломом стала Информационной блокадой Возможность прорваться на программу Кузне Потому что до этого момента Выйти вот так сказать На все российские электронные СМИ Было невозможно И никто в стране О намерении Скажем взять Летерану труда Ничего не знал То есть шаг за шагом Вот удавалось это сделать В результате Да где-то Вот Уже так сказать На витке компании Компания сейчас Сопровождалась Такими мероприятиями Как пикетирование Депутатских офисов Было обычно Полумиллиона листовок Летом они распространялись Значит Отбивались телеграммы В адрес Государственной думы Был очень интересный Каперный опыт Походы по партийным штабам Местным То есть не по офисам депутатов А на мандатникам Хотя мы персонально Каждого из них Так сказать Посмотрели Вот наши товарищи из Москвы Звонили в соответствующий город Где был на мандатник Там из нардепа Из регионов Или из СПС С тем Чтобы вот товарищи В соответствующем регионе Они уже с этим депутатом Поработали Ну это так сказать Обычные вещи В этом ничего Нового нет Новый был другой Значит Мы Начали Формировать небольшие делегации Это правда Было проверено Буквально В паре-тройке территорий Но себя очень сильно оправдало Которые пошли По партийным штабам СПС Яблоки И прочих фракций Конкретно Допустим Аск Барнаут То есть регион А местный партийный штаб Он же не может сказать ветерану Что мы приняли решение Что льгот быть не должны Надежды таком Можешь сказать Дуре Там не знаю Немцов А местный представитель СПС Он сказать не может А может он вот оттуда Будет большой местный скандал Поэтому у нас есть интересные Документы О том что региональные организации Союзы правых сил Выступают категорически против Правительственной попытки Отвенители Льготы Ветераны Туда Вот это дело Мы естественно потом В Дубе используем Значит результат Практически без помощи Кефедеральных российских партий Которые потянулись буквально В последние там Два-три дня Вот Всей этой баталии Дившейся с июня по наяву Удалось четыре раза Переносить голосование в Думе Проекта вот этого правительственного То есть правительство не набирало Нужного количества голосов Они просчитали что он проваливается И поэтому Так сказать Его каждый раз снимали С повестки дня Так делалось четыре раза На четвертый раз Ушел в отставку министра строительства Которые шоу запара Разработчика Автора вот этого документа А после чего Правительство отозвало Своего проекта И внесло новую Гораздо лучше То есть там уже скажем По льготам вопросов не было Этот проект Хотя там тоже есть Другие вещи Я еще хочу остановить Как именно Значит этот проект В первом чтении Правда тоже При очень большом количестве Голосований Они все-таки проточили За наш альтернативный проект Голосовало 99 депутатов Из разных фракций От КПРП Даже до Единства Что интересно Впервые Такой сложно Наш проект Не понятно К чему он сводился Это счетчики За счет бюджета Финансовая прозрачность Перед потребителями Коммунального хозяйства Конкурсы Можно сказать Сколько не работающего Жека Ну и То что Всем известно Потому что Об этом Ногу мы писали Ко второму чтению Правительство Решило многое Из своих Так сказать Потерь Восстановить И ко второму чтению Обратный проект Понаписало По празднике Коммунального Краптора Льгот отменить Правда Только Сельским бюджетом Для ветеранов Наверное Покушаться Не искнуло Второй момент Вести норму Выселения Не платить Третий момент Это Вести норму О Плате за наем Ну вот Нижняя плата За наем есть Но она не везде Есть В многих городах Люди в неприкизерных Квартирах Платят только За содержание Жилья То есть Дополнительных Платы за наем Не существует Более того Начала Прорабатываться Поправка И она Поначалу Даже вошла В таблице Так сказать Принято О обязательном Страховании Жилья Ну понятно Что это такое Значит Опять мы начали Понимать Большой скандал Он В принципе Получился У нас Вот Как бы Выгод оказались Следующий Правительственную Поправку О В отмене Лигов Удалось Ликвидировать Зачистить Поправку О Обязательном Страховании Жилья Они Сняли Отозвание Поправка О Плате за наем У них Прошла Поправка О Выселении Отправка О выселении Прошла На высеченном Виде То есть На сегодня Скажем В гражданском Кодексе Есть норма Что можно выселять Если человек не платит Из неприортизированной Квартиры Вот В высеченном Виде Получилось Что Выселять Можно Если человек Не платит Кварплату То есть Выселить За то Что человек Притопаться За свет За отопление За газ За руд Нельзя То есть Хотя бы Немножко Мы так Почистили Не до конца Как хотелось Но До известной степени Вот Собственно Тоже на сегодняшний день Третье чтение Состоится В среду Еще один КП момент Существует По ранне действующему Закону Переход на Стопроцентную Оплату Услуг ЖКХ Должен Состоять У Состоять Состояния Редакция Которая Была Утверждена Еще второй Думой 97 Как сказать Владилась Система При которой Переход на 100% Должен был Призойти В 8 Году На самом деле Переход на 100% Это вещь Виртуальная Потому что Мы сегодня Платим 230% А переход На 100% Ну а теперь Завершен А переход На 100% Позначает Просто то Что государство Ничего платить Не будет Не более того Вот По новой редакции Этот год 2008 Он исключен То есть Фактически Это может Произойти Я полагаю Раньше Реально Наверное Это может быть 2005 год Или 2006 То есть Вскоре После Выбора Президента Но скорее всего Пятый Потому что Шестой Он слишком Близко К седьмому А седьмой Это год Очередных Талантских Удов А выводы Какие Теперь следует Надо посмотреть Что Предполагается Наперед Будущее Ну а первое Даже если Сейчас Ничего не делать Должен Будет Только плохо Когда нам говорят Что никакой Реформы Коммунального Ходейства Быть не должно Это Говорят люди Которые считают Что Существующее Коммунальное Ходейство Работает Идеально Мы так не считаем Мы считаем Что плохо работает Что надо Там работу Менять Очень сильно Менять Но направления Я уже сказал Такие Это за счет Бюджета Щетчики Потому что Сегодня 50% Тепла Теряется На трассе 25% Теряется На трассе И даже По газу Как показала Установка Щетчиков В Глининграде Реально Потребление На 20% Ниже А по севам В 6 раз Ниже Чем они Пишут Это О чем еще Говорит Не только о том, что потери высокие О том, что сами цифры задумные И что получается Если норматив По воде 300 литров То Вот они смотрят Что 300 литров воды Поставить потребитель Нужно Закупить только электроэнергию Только Хлора Или Код Другого Очищающего Вещества Только Нужно Нанять Работников Такие Трубы А Поскольку Не 300 А 70 Получается Что Эти цифры Политроэнергии И прочее Они Трочно Четыре Разом Задум Поэтому Надо Ставить Щетчики Расчет бюджета Это У себя Кстати Опрос Очень Хорошо Значит Травим Практическое Предложение По теплу Самая Дорогая Вещь Тепло По теплу Щетчики Покажут Потребление Завышено Два Раз Поши Рядом По драмативу Потребления Ставят Отопление Подъезд В некоторых Территориях Ставят Отопление Болком Значит Поэтому Это Первое Второе Финансово Прозрачность Коммунальному Хозяйству Перед Потребителем Святая Святых Наших Всех Мэрий Это Вопросы Связанные С Коммунальным Хозяйством Но Все У них Категория Коммерческий То есть Когда много Говорит Рост Поднимите Потому что Я Одна Эту Тему Последний Год Два Я Был Гриб Долго Нас Много Собрали Я Просто Буду Ориентироваться Закругляться Ну Понятно Мы За Финансово Прозрачность Наверное Даже Не Нужно Обосновать Этот Тейс Он Очевиден Понятен Предложение Поправка Моя Финансовой Прозрачности Прошла То Об обязанности Мэрии И Администрации Территории Дать Полностью Весь Расклад Себестоимости Коммунальных Услуг То Соответственно Получается Что нам Водоканал Должен Обязан Или Мэрия Показать Сколько Заработные Планы Сколько Потразил Нагревающий Смазочный Материал На транспорт Почем Трун Купили Диаметра Где Порставили Пошел Пойдет То Сама Редакция В принципе Не само Коммунальное Предприятие Ну В таком виде Тоже Хорошо Следующая Веча Закуп Труб Обработывание И прочее Через Конкурсы Потому что Спорши Ряда Покупают По цене В 10 раз Выше Рыночной Потом Говорят Два Трубы Но В этом Климате Они сгнились Слишком быстро Это Странно Следующий Момент Это Независимый Экспертиз Перед Повышение Тарифов Это Приложение Прошло Кстати Вот Тоже Нашим Но Надо Понимать Что Независимые Экспертизы Нас Устарают Лишь Поскольку В них Есть Представители Народа Потребители Когда Представители Народа Потребителей Нет Экспертизы Они Конечно Будут Там Присовать Любые Акты За Которые Им Заплатит Муниципалитет И Право Люди Отказаться От услуг Неработающего ЖЭК Кстати В том числе Этой ЖЭК Ситуация Здоровья Потому что Нормальные Рабочие Которым Надоест Кормить Жульки Директора Туда Уйдут Это Приложение Нового Очень Прошло В ряде Городов Приветствую На сегодняшний день В кооперативах Люди платят По нижнему Ситуацию Не знаю В каждом городе Своя Но я могу говорить Про Астрахань Про Новосибирск Про Пенсию Про Камчатку Петропавловск Камчатский Про Магадан Практически везде В кооперативах Люди платят В 2-3 раза Меньше Чем Униципальный фонд У вас наоборот У вас особая ситуация Ну вот я говорю В каждом городе Своё Но Я просто Привожу наш пример Вот у меня например В распуске Плата за квадратный метр В муниципальном фонде 3.50 В Железнодействительных Кооперативах От рубля До полутора Это вот так сказать Практика Потому что там люди Как-то сами Деньги эти Контролируют Отслуживание Значит Что ожидать В следующем году То есть В этом году Понятно Что ничего не будет Предобранный год Что ожидать В следующем году Первое Видимо Правительство Будет дальше Дожимать Попытку Отвинить Льго В этот раз Не прошло Так сказать Пойдут Со второго Закода Так сказать Снова Стану Парламент Судя по всему Они попытаются Зажать Так сказать Население Между силой И коридой То есть С одной стороны Вот Будется Так сказать Плата За найм В любом размере Как бы Не фиксированная А с другой стороны Постоянно Идет разговор О Увеличении Ставки налога На имущество То есть Налога На квартиру Третий момент Имеющий Очень существенные Так сказать Харапты Неделю назад Анатолий Борисович Чубайс Вместе с Смертью Товарищи Заявил Публич О том Что РАО ЕС Вкупе С Газпромбанком С Нарникелем С Русским Алюминием С кем-тищем Корпорациям Я не помню Будет формировать Российский Холм Который Займется Плотной Коммунальным Хозяйствам Значит Скорее всего Примерно Там будет Дело Строиться Таким путем На сегодняшний день Теплосеть Практически везде Являются должниками Энергетиков Ну Понятно Почему Да Поэтому Теплосети То есть Коммунэнергии По долгам Могут уйти Собственность Так сказать Кроверец И вот Таким образом Путем зачета Соответственно Провертизированных Пашистов Второе Что касается Вдоканала Там есть Очень интересный Опыт Эксперимент Министерства Строительства Газпроя Которое Договорилось Международным Банком Реконструкции Развития МБРР О взятии Для развития Коммунального Хозяйства России Кредит В Запад Допустим Как это предполагалось Для авторов Я могу Расписать Детально Ясно Что по другим Городам Тоже Такие вещи Есть Предполагалось Следующее Берется кредит Якобы Для очистки Воды Ультропиолетов Потом Очищенная Замечательная Ультропиолетов Вода Падет Погневым Другому Ржаву Квартиру Лизин Кредит Берется На 15 Лет Берется Когда Этой мэрии Уже Не будет Никогда Которая Сидень Респект Украсть За первые Два Года Берется По Плавающей Процентной Ставке Либер Она На сегодня 2% Несколько лет Она Была 5% То есть Процентная Ставка Непонятно Какая Понятность То другое Что Плата За год Будет Зависеть От курса Доллара Кредит Доллар И соответственно В случае Увеличения Стоимости Кокрупционных Наших Иностранных Зеленых Валют То плата За год Уже Автоматически Возрастает Само Интересное Да Кстати Кредит Берется По кускам Протяжение 6 лет А вот Процент За него Уплачивается Сразу За всю Сумму То есть Мы еще Не все Деньги Взяли А процент Уже Платим За все Деньги Мы Властной Схемы Половали Но Как я знаю Это общий План Гостроя Который Наверняка Других Городах Реализуется Почти Наверняка Понятно Кстати Что это Тоже Культизация Потому что Если Водоканал Оказывается Не в стоянии Поплатить Подолгу То он Просто Переходит Собственность К тому Кто Кредит Дал Ну Например В Казахстане Там Французские Компании Давно Уже Являются Монополистами В области Водоснабжения Населения Наши Казахстанские Товарищи Очень Находят Цена И Третий Момент Учитывая Что Непосредственно Наш Всем Известный Узнаваемый Во всей Стране Анатолий Борисович Рейсинг Доверие Которому Пожалуйста Постоим Только С рейсингом Доверие К Егору Тимуревичу Гайданову Учитывая Обстоятельства Вслед за Верное Отключение Электроэнергии Надо будет Ожидать Верное Отключение Канализации Поэтому Я думаю Что Нам Нужно готовить Серьезные Эпопеи Фиксировать Что Мы победили Практически В одиночку Небольшие Наши Организации По стране Сопротивляясь Попытке Отмены Льгот Это Первая Победа Вообще Серьезная Такая Масштабная За Все Последние Годы Народные То есть Не там Паланите Что-то Не прошло А когда Подстегиваются Силы Народные Сили Фиксировать Что Есть Успешный Опыт И Готовится К очередной Бандали А в регионах Я думаю Есть Смысл Проект Реформы ЖПХ Интересных Потребителей Его Вводить Требуют Ответ Решения От местной Мэрии От местной Администрации Я думаю Что Примерно Так Если Будет Опрос Я отвечу Пожалуйста Александр Николаевич Дай Дай Васильевич Вот Мне интересует Реформы ЖПХ Как Вы Слышали Раньше ТСЖ Товарищ Собственник Жилья Планировал Государство Вести Как С этим Значит ТСЖ Закон ТСЖ Существует Уже Несколько лет По-моему Принят Еще Второй Думой Особенность Закона ТСЖ Заключается В том Что Там Формируют Товарищ Собственников Жилья Владельцев Квартир Если Вы Допустим Проживаете В непривидземной Квартире То За Вас Решение Будет Принимать Префектуру Там Или Мэрия Администрация Города Поэтому Сейчас Юрий Михайлович Лушков Ваш Конкретно Московский Это Сказать Вопрос Да По Москве Вин Собственник А Юрий Михайлович Лушков Он Сейчас По Ком Пути Пошел Он Пошел По Пути Когда Префектура Просто Начинают Сами Формировать ТСЖ Пользуясь Тем Что У них Тоже Есть Голосующие В виде Непривидзированных Квартир Почти Расстоять По законам Только Одним Путем Привидзировать Квартиру Так Сказать И Уже Самостоятельно Действовать В этих Условиях А Иначе Вы Заложник Иначе За вас Решение Принимает Но Это Действующий Закон Он Работает Порядка Пяти лет Пока Не Практика Кроме У нас Которые Чем Приортизировать Квартиру ЖКХ Жилищ Своит На Кооператив Потому Фай Выплачивали Не А в кооперативах И не Приортизировать Она Ваша Собственная Приортизируемая Которые Вот Налог Нет Это Ваша Собственность Это Ваша Собственность И Вы Не Приортизируете А Налог Это Налог На Имущество Налог 65 Рубер Рис Рис Расмышляет О том Чтобы Вести Налог Не От Остаченной Стоимости Рыночной Рыночная, понятно, так сказать, не 20 тысяч, а 20 тысяч по квартиру не будет на рынке, а это там 340, соответственно, налог может вырасти примерно раз в 20. Я думаю, что мы вот это тоже сможем, так сказать, завалить правительственное предложение, благодаря всероссийской компании. Я сомневаюсь, чтобы оно прозвучало в этом году. Скорее всего, вот весь этот клондайк будет обнаружен в году следующем, в 2004. Ну, а только, в связи с компанией, мы это объем, как вот по льготам мы же ответим. Еще вопросы? Еще вопросы. Пожалуйста. Действительно, вы говорите о создании фондинга, Чубасича, так? Он, по-моему, наметил 10 кг, где будет проводиться эксперимент, будем говорить, первое. В том числе и нижняя нога. Да, это кто? Это можно, я чувствую. И, ну, действительно, еще пока вот вы немножко пошире это сказали, потому что один почитал чуть-чуть, там была информация. Именно Чубасича там была фраза, что мы пытаемся создать, значит, на этот фонд. Но я думаю, что это такая же авантюра, как и приватизация, которую прошла и, вот, первое, Ельцко-Чубасич. И если вот весь народ не подняет, вот тоже сейчас Чубасич задумал, ему надо дать по рукам сразу, потому что это возрастет. Цена, вернее, стоимость, вот, что-то за несколько раз. Я не знаю даже вообще, как будет существовать народ, в принципе. И почему не спросить Чубасича, я удивляюсь, почему даже президент, вот когда в тамбое выступал, смотри, какая фраза-то вручал. Тарифы, тарифы на энергоносителя, говорит Путин, будут расти. И никто их, так сказать, остановит не будет. Но надо спросить Чубасича, какая же себестоимость электроэнергии на сегодняшний день? 5 копеек, киловатт, час. Вопрос в чем? В чем? Я говорю, дальнейшее, вот о чем вы сказали, о создании холдинга, это преступное даже. А в чем вопрос? Вопрос, что, я говорю, надо бороться с этим. Что это сделать? Ну, я рассказал, что это сделать. Ну, хорошо, заканчивается вот ваше пребывание в Думе, вот, заканчивается Дума. Следующий Дума придет, наверное, через 6 месяцев. Дальше что будет? Значит, все зависит всегда, это в основе 7. Это после 20 декабря, только 20 декабря. 20 декабря. Конечно. На следующий день после выборов. После выборов. После выборов. Другие вопросы? Я единственное хотел бы, если кто-то забыл, у меня выступление по двум моментам. Это не только шепыхает, еще и законодательство добавит. Нет вопросов? Нет вопросов? У меня есть. Вы нас слышали. Вы знаете, хотелось бы услышать возок вашего. Кстати, чего ждать вы услышали? Хотелось бы, кстати, чтобы вы... Чего делать? Совершенно верно. Рорганизационное начало какое-то вот нам положили, чтобы мы это могли разбить. Хорошо? Значит, мне кажется, первое. Нам надо... Пророкационное вопрос. Мой вопрос. Здесь он все-таки... Пророкационное, поэтому хорошее. Значит, я думаю, нам надо из чего исходить. Первое. У нас есть наша концепция. Мы всегда сильны тем, что мы что-то предлагаем. И вот здесь мы можем сказать, что у нас есть наши предложения. И вот нам надо на каждом углу их, так сказать, озвучивать. И говорить, что, ребята, мы не просто там против роста платежей и вот того, что там домогаются эти люди. А вот мы за счетчики, за финансовую прозрачность, так сказать, за другие вещи, которые в нашем проекте были изложены. Это раз. В эту думу еще раз вносить наш проект по реформе ЖКХ, я думаю, это, ну, бессмысленно. Вот в этом саду. Во-первых, вот, так сказать, скоро закончится. Во-вторых, только-только, так сказать, еще третье чтение не прошло, оно будет в среду предстоящую. В следующую думу, естественно, мы его еще раз будем вносить. И будем вносить предложения именно на цельную альтернативу. Что касается регионов, я думаю, что здесь, в каждом регионе, необходимо вырабатывать свою местную тактику. Ну, например, что мы делали в Астрахани? Как мы, так сказать, бороться, сопротивляясь в феврале месяце, весь февраль, так сказать, и март, просят попытки в два раза поднять плату за тепло. Кстати, я после поездки в Красноярск выяснил, что в Астрахани плата за тепло у нас теперь в два раза больше предполагается, чем в городе Красноярске. Вад, холоднее там. Первое. Мы смогли, благодаря тому, что общественность в вашей кедре у нас, соревновать организацию под названием Совет общественной солидарности, СОС. Значит, куда мы шли? Российская партия труда, профсоюз защита, профсоюз работников образования в ПНКРС, Евразийская партия, Общето-боевой БАС, Народно-патриотический союз, который у нас, так сказать, разошелся с КПРФ, потому что КПРФ у нас пляж под лодку местной власти. И ряд других организаций. Впервые такое широкое объединение возникло. Начали намечать проводить митинги. Нам очень здорово была в организации митинга мэрия, которая на протяжении двух недель, постоянно, по радио, по телевидению, говорила населению, вы на митинг не ходите. В итоге пришло людей больше, чем когда бы то ни было. За все 90-е годы. Более 5000 человек. Причем попытка провести параллельное мероприятие, вот там Евразийская местная организация КПРФ на тот же день, на то же время, дозначила параллельное мероприятие, там, в 500 метрах. Не получилось, потому что к ним пришло процент компрессии порядка 300 человек, нам более 5000. То есть люди поняли, грады идти. Следующий шаг был, какой предпринимать? Ну, там, понятно, листовочная военполна, 45 тысяч подписей было собрано на полумиллионный город. Горсовет. Горсовет готовился все-таки голосовать за новые тарифы. Бараллельное слово такого содержать. Уважаемые избиратели ОКО номер 4. Советовщая Средственности извещает вас, что в октябре 15-го в городском совете состоится голосование по двойному росту платежей за горячую воду и затопление. Вы можете высказать ваше мнение по этому вопросу депутату Вашего ОКО, гражданину Сидорову Владимиру Ивановичу. И внизу, там, эти самые бумажки с телефонами Сидорова. Очень часто мы там указывали домашние телефоны. Это все было пробитыми по темам круга, где были избраны антинародные депутаты, так сказать, ранее уличенные в принятии решения о повышении финансовых платежей. Выводы были следующими. Где-то часа через два после. На встрече вы поняли, что большая часть депутата включила свои телефоны. А вопрос на связи с городского совета о повышении платы был снят со смотрения. Ну вот сейчас последние поступили, так сказать, сводки с фронта. Без решения комсовета, коммунэнергия само ввело новый тариф. Это не закон совершенно, поэтому наши там, так сказать, готовятся к новым баталиям. Мы, кстати, добились, благодаря как манифестации, в основе счетчиков на десяти домах. Счетчики показали завышение платежей. Поэтому мы теперь в интересах жителей этих домов подадим в МСКЦУ, по перерасчету, так сказать, платы за тепло уже существующие, по ушедшему топительному сезону. Ну, по воде я уже рассказывал, по воде тоже, ну, так сказать, ломали. То есть в каждом регионе, в каждом городе может быть самостоятельная компания. Как вот там в смысле действовать? Она может быть разная. Не понял. Собрание с людьми. А, собрание. Значит, вот эти эпопеи на протяжении всего предшествующего года, особенно в летний период, предшествовали собрания по кварталу. То есть мы брали там пять-десять домов, расклеивали плакатик, что будет встреча по теме ЖКХ. Народ на тему встречи ЖКХ приходил с большим, так сказать, интересом. Меньше восьминящих не было ни разу. Несколько зашкаливалось за двести. И вот у нас таких собраний прошло, я думаю, где-то не менее сорока. Не менее сорока, может быть больше. Может быть больше. То есть мы разогревали. И были общегородские митинги в театрах, значит, на которых у нас собралось там тысячи, полторы тысячи человек. Однажды мы, если я много говорю, опять же, вот, поднимитесь вас. Значит, однажды мы на такой митинг хотели после него провести пакетирование около мэрии. Мэрина в пакетировании отказала, сославившись на том, что в этот день состоится трепись населения, и нет милиции, и митинг охранять. Но, если, на что-то прикиде, вы все-таки придете, то мы применяем кричитично меру в разбор. Значит, мы с ними, так сказать, посидели, поприкировались на протяжении полутора часов, все-таки вынести компромиссное решение. Мы к ним не идем, но боговедный идет в горе. То есть, мэр приходит к нам, милиция. Мэр к нам пришел, мы ему дали слово вторым в Даосе. Значит, на третьей минуте он сказал, что у нас самая высокая в городе заработная плата. На пятой минуте, что у нас самые низкие коммунальные платежи. Где-то еще минут через две-три, замка, в котором было больше полутора тысячи человек, начала и неогласно скандировать мэра Мастапа. То есть, это было, так сказать, зрелище, что это было хорошо. То есть, там, так сказать, раскачка, она шла достаточно долго у нас. Ну и вот сейчас тоже эта, так сказать, эпопея, она продолжается. Мы в ряде кварталов проводим собрание по отчету начальников ЖЭКов. То есть, требуем, чтобы ЖЭКи отчитались о работе. Если не отчитывается, подаем материал в прокуратуру. ЖЭКи вынуждены давать сводки, куда дели деньги. Сводки, подумайте, распечатываются, расклеиваются к подъезду. Выясняется, что, представьте, вот такое стекло в подъезде стоит 1200 рублей. Причем стекло делается из трех кусочков. Интересно, видите, его не украли. То есть, много интересных вещей, которые люди как-то мобилизуют и... То есть, позволяют счастливать компании. В каждом регионе, я считаю, такая компания может вестись. Тем паче, скажем, проведение по квадратной встречи-то вообще какие-то. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, не грозит ли уличная коммунальная реформа еще одним отниманием и года почетных доноров от России, так и... Пока нет. Значит, пока там по почетным донам ситуация особая. То есть, почетных доноров, я бы сказал, как, не было в реестре на ликвидацию льгота. Не было в реестре на ликвидацию льгота. И, вернее, поначалу были, потом, так сказать, после скандала, который пошел, правительство сказало, что он готов к почетным донам льгота оставить. Но это вот на данный момент. Как будет дальше? Мы говорим о коммунальной. Мы говорим о коммунальной. Мини-проекты не сняли. Светлана, пожалуйста. Олег Васильевич, просветите, пожалуйста, такой вопрос. Я считаю, непосредственно связан с вопросом ДТХ, это вопрос о природной ренте. Как он сам вопрос с тем законопроектом, который выглядели? Да. По природной ренте, то это совершенно понятно. Да, у нас тут деньги взять с нашей корпорации. Был несен законопроект, одним из завтра, в котором я являюсь, о природной ренте, то есть о налогообложении. Там корпорации и так далее мы находим. Поскольку у нас толком, ну все это слово слышали, словосочетание природной ренты, а толком никто, так сказать, не знает, как же, чем особенность налогообложения. У нас обычно налогом облагают, что там, прибыль облагают налогом, да, там имущество, еще что-то. Но, нет, это не имущество, а прибыль легко спрятать, без проблем. Поэтому мы что предложили? Налогооблагать стоимость ресурса, скажем, природного газа, на международном ренте или на внутреннем ренте. Потому что известно, сколько вывод, сколько оставляется, там, сказать, такие квоты на вывоз, сколько, соответственно, каждой фирмы есть. Чтобы не было ситуации, при которой у нас, скажем, тонны нефти добываются там за 30 долларов, продается на Запад за 150, а налоги платят с 30. Потому что на границе она перепродается обшорной компании по цене себестоимости по 30 долларов за тонну, которая уже на Запад продает, так сказать, по реальной цене. Поэтому мы предложили налогооблагать именно цену продукта на международном рынке, ну, завышенном, там, вот, не потребности. А если они используют последних, это их проблема. Проблема «Газпром», проблема там «Букойла», «Проводского алюминия» и прочих компаний. Такой законопроект внесен, а сейчас произошелся по субъектной федерации, так сказать, они заключения будут писать. Ну, дальше вот посмотрим, как будет развиваться. Пожалуйста, вопрос. Спасибо. По счетчику, я бы хотел уточнить, если я тоже положил сомнения, а не пойдут ли власти на то, что вот, ну, сейчас, да, там мы, допустим, уменьшим там, ну, за счет потребления, покажем истинное потребление воды, и все нормально, в цену упадет. А не сделают ли они, подняв цену, понимаете, тарифами? А мы же берем связки с финансовой прозрачностью, Александр Николаевич. Мы берем связки с финансовой прозрачностью. Но пока ничего, непонятно, сколько на самом деле производится там тепла, воды и так далее. Откуда такой цифр плясать? То ли там производится наоборот миллион тонн, то ли 500 тысяч. Что они возьмут и поднимут цену? А вот, если ее поднимают, то у нас, может быть, не было вопросов, это было обоснованное поднение, понимаешь? А так, о чем испортим? То есть, если когда все финансово-прозрачно понятно, ты уже можешь сказать, вот да, действительно, там денег не хватает, люди без зарплаты сидят, надо там повышать зарплаты, предположим, да? И это можно сказать, ребята, извините, у вашего директора зарплаты 30 тысяч рублей. Давайте на этом лучше скажем. Какие силы не угадут? Российский партий, да, и союзников, и их ключи, да. Совет защиты и, так сказать... Мы свободны, как союз. Ну да, у нас один, как союз защиты, от пола и много, и сейчас на них организация, мы все равно. Так, поехали, перерыв. Нет, я не знаю, перерыв. Через полтора часа, а по союзу говорили. Как раз? 10 минут, перерыв. Спасибо вам большое. Лерва Влевна Сахуча, принесительный председатель Межгородского регионального союза СОС-100. Уважаемые президенты, я прошу по возможности мне немножечко увеличить время, потому что у меня много важной информации. Уважаемые товарищи, где-то в начале этого года мне было дано поручение региональной организации Российской партии труда, ну, поскольку я в образовании инженер-электрик, энергетический профиль у меня как-то ближе, очень заняться проблемой ЖКХ, чем я, собственно говоря, и занимался вот уже четвертый месяц. должен вам сообщить, что проведена определенная работа, проведен анализ той информации, которую удалось собрать, информация достаточно обширная, подготовленные аналитические материалы, и были проведены, скажем так, некоторые мероприятия гражданского действия, гражданского давления. Значит, начну с анализа. с аналитом. По той, в общем, судя по тем материалам, которые имеются о правительственных и других планах реформирования в области жилищно-коммунального хозяйства и, в частности, более близкой мне область это коммунальная энергетика, у меня сложилось устойчивое мнение, устойчивое мнение, что там преследуются две цели. Первое. Первое. Это максимальное снятие власти, властью с себя, ответственности за деятельность отрасли. Любыми путями. И второе. Это любыми путями увод всех экономических процессов, всех финансовых потоков в этой сфере из-под какого бы то ни было, даже теоретически возможного контроля общественных денег. Какими путями это делается? Первое. На всех углах кричат, что денег в бюджете нет и не будет, поэтому нужно отрасль ЖКХ сделать инвестиционно привлекательной, значит, доходной, а для этого ее нужно сприватизировать, добиваться стопроцентной оплаты, как они, ведь, говорят, текущих платежей, то есть платежей с населением, и привлечь на этой основе инвестиций. я буквально на пальцах, не располагая практически никакой информации, кроме, ну, достаточно элементарной, провел технико-экономический расчет. Этот расчет и Олег Васильевич передал сегодня. Расчет этот показывает, что даже на бумаге, даже теоретически, никакие частные инвестиции в коммунальное хозяйство и в жилищное хозяйство не придут в обозримые годы. Почему? По одной простой причине. Сейчас с рентабельностью, с нормой прибыли меньше 25-30%, это я беру по минимуму, ни одна частная структура работать не желает. в коммунальном хозяйстве и в жилищном хозяйстве, вот, по оценкам, по оценкам, максимальная рентабельность 6, ну, не знаю, если, если очень нафантазировать, это 8-10%, не больше. Поэтому не один идиот, простите меня, предприниматель, деньги в эту клапку не понесет. Риски огромные, риски носят социально-политический характер, потому что длительные сроки окупаемости, социально-политическая обстановка непредсказуема, налоговая политика непредсказуема, поэтому никто не понесет туда деньги. Единственное, сделан вывод, сделан вывод, аналитическая записка Олегу Васильевичу передана, на этот счет тоже, сделан вывод однозначно, и с ним согласны, не только, я, но и доктор экономических наук, специалист в области коммунальной энергетики, теплоэнергетики, фамилию называть не буду, и другие специалисты, полностью с этим согласны. Единственный, реальный, реально возможный источник финансирования коммунального хозяйства и жилищного хозяйства это бюджет, потому что там защита капиталовложений, там какие-то гарантии от политических рисков повышенных могут быть, и там что еще? Концентрация финансовых ресурсов. Ведь что такое коммунальная энергетика? Это объекты громадной капитала емкости. Редко такая частная структура может туда сильно вложиться. Ну, может быть, РАО ЕС, конечно, и может, но вряд ли будет. Тем более, что в РАО ЕС, я могу совершенно ответственно сказать, износ генерирующих мощностей 70% на электростанциях. Нам сейчас в жизни необходим второй план Гойл-РОК. Иначе все чертов модель сбора встания. То же самое по теплоэнергетике есть в НикУ. Теперь, капитал вложения в коммунальное хозяйство технологически необходимо по той же причине. От 70% до 90% износа основных отдых. Только государственные капиталы вложения больше ничего. Но, что для этого еще необходимо? Будут кричать «Да, там черная дыра, воруют и так далее. И будут воровать, если не будет общественного контроля». Не зря, не зря Чубайс и Ижи с ними делают все, что угодно, чтобы муниципальные учреждения жилищного и коммунального хозяйства реорганизовать в ЗАО, ООО, там и что угодно. Что это такое? Это коммерческие структуры, где существует институт коммерческой тайны. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Эксплуатирующими или, как сейчас, ведь управляющими организациями, хотя инженеры ухахатываются над этим управляющими, это чисто надо эксплуатирующей компании, обоснование тоже есть, Алина Васильевича перед, но почему эксплуатирующие компании. Они должны быть некоммерческими, это должны быть муниципальные учреждения, а в основании имеется это. Я считаю, что это необходимо тоже отразить законодательно в федеральном законодательстве. Положение об эксплуатирующей организации необходимо утвердить на федеральном уровне, правительственным постановлением, предложение тоже передано. Теперь дальше. Общественный контроль. Общественный контроль тоже требует определенного нормативного и законодательного регулирования, я полагаю, необходимо усилить и конкретизировать эти положения в федеральном законодательстве по коммунальной и жилищной сфере о необходимости действенного общественного контроля. У нас в советское время были домкомы, но более-менее работали. Никто не мешает сделать то же самое на наше высоком уровне. В принципе, примеры такого подхода уже есть. Это сделать можно. Теперь дальше и может быть наверное самое главное. Где взять деньги? По моему глубокому убеждению, которое выросло на основе анализа материала, деньги можно взять как раз из той природной ренты, по поводу которой Олег Васильевич с коллегами внес закон на правильный Государственный Думу. Олег Васильевич поскорно ничего сказал, что государственный бюджет можно увеличить в два раза за счет жилищной природной ренты. Академик Дмитрий Львов говорит, что это можно сделать в гораздо большей странности. Я склонен ему верить. Источник. Это материал круглого стола в торговой промышленной палате, который недавно состоялся. Что нужно для того... Да, еще такой вопрос. Вот говорят, надо сто процентов платить за жильщик коммунальдисуги. Ради Бога! Ради Бога! Но давайте поднимем зарплату. И опять правильно, Олег Васильевич, вот гнезд законопроект, стопроцентная оплата жилья, но сначала зарплата на уровне проживочного минимума. То есть, вот понимаете, товарищи, здесь три вопроса, три вопроса, они сводятся в взаимосвязь. Это возрождение жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей с длительными сроками окупаемости и большой единичный капитал и емкости объектов. Второе, это кардинальные изменения налоговой политики. И третье, это повышение заработной платы. А что значит повышение заработной платы? Это опять про Анатолий нужно поднять до 45 процентов как в наименее развитых цивилизованных странах. В других Европе это 60%. Что для нужно представлять во взаимосвязи всю вот эту систему законодательного обеспечения этого. И надо понимать, что для того, чтобы это сделать, нужна огромная политическая воля. Политическая воля всегда образуется в результате квадрата соотношения сил. то есть когда мы говорим о политической воле, мы должны понимать, мы говорим о политическом давлении. И нужно здесь четко отдавать себе отчет в то, что мы здесь выиграем настолько, настолько, насколько мы сумеем организовать постоянное, целенаправленное и не ослабевающее гражданское общественное давление в этом направлении. То есть нужны, нужна комплексная система мер, осуществления вот этого гражданского давления на всех уровнях. Вот прекрасно сегодня Олег Васильевич рассказал о том, что делается в Астрахани. Мы делали в Нижнем Новгороде подобное в 88-90-х годах, потому что вот он даже отрывочно сказал, я понял, что там действует примерно та же самая система, которая была у нас. Сделать это можно, если для этого есть определенные скажем так людские ресурсы. То есть люди для оного дела умом пригодные, как говорил государь Петр Алексеевич. Вот об этом, товарищи, об этом в принципе и надо вести речь. Как организовать вот эту компанию, не компанию, а постоянное, постоянное общественное гражданское политическое давление на всех уровнях, которое на верхнем уровне должно завершиться чем? Законодательным оформлением, принятием соответствующих законодательных и нормативных актов, а затем через ту же систему гражданского давления контроль и продавливание соблюдения этих законов, потому что законы без силового давления соблюдаться не будут. Это, как вы, цивидные без стетоскопа. Ну, может быть, я что-то и опустил, потому что, честно говоря, материалов много здесь. Я еще, значит, подократце, что было проделано? Что было проделано? Я уже были подготовлены ряд аналитических материалов, направленных в комитет по ЖКХ Законодательного собрания Межгородской области, в департамент жилья инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода, в газеты направлены были тоже материалы. Сегодня я принес газету «Новое дело», которая вчера была выпущена, там как раз материал о том, что хочет сделать господин Чубайс с моим комментарием несколько строчек там в газете имеется. Будут еще материалы. Дальше. было у нас в феврале месяце 19 февраля слушание в общественной палате Нижегородской области. Были приняты рекомендации по проблеме ЖКХ. Рекомендации были переданы и буквально на следующий день были открыты депутатские слушания по этой же проблеме в законодательном собрании. Я там присутствовал, слушал, слышал все, задавал вопрос, в синаграме все это имеется. Интересный результат был. Выступал там господин Немаренко, министр строительства Нижегородской области. Аппаратом его правительства, то есть его министерство был подготовлен проект рекомендаций этих слушаний. Но там сценарий вот этих слушаний пошел совершенно по другому пути. и председатель сдававший на этих слушаниях, председатель законодательного собрания, господин Люлин, между прочим, от СПС, не решился даже озвучить этот проект рекомендаций. Сказал, ну знаете, коллеги, все здесь выступали хорошо, все очень толково, никакой политики не было, все очень по-деловому, мы все это соберем и отдадим правительству Нижегородской области в качестве рабочих материалов. Я думаю, ничего себе, это как нужно было надавить на бывшего комсомольского секретаря, чтобы он не решился озвучить тот проект, который был заготовлен за раз. Кстати, все материалы, тот самый проект, преснопамят, у меня вот в этой папке лежит. Получено я его где-то через три недели. Дальше был ряд заявлений, в том числе и Люнина, и мэра Бреженого Набулайного по телевидению, по радио, о том, что да, надо бы пересматривать действительно что-то там, и наверное мы их будем менять. Был разговор о том, что все коммунальные платежи по Нижегородской области будут проводиться через частную фирму, так называемую Саровскую биллинговую компанию Центр СБК, которая, будучи очень скромной, запросила за свои услуги по проводке всех этих платежей и расщеплению вот этого самого биллингов, всего лишь на все 3% от суммы проводимых платежей. Общий объем платежей по Нижегородской области круглый 10 миллиардов. 20 минут. Не хотят нам. Я бы хотел сказать все товарищи. Я разделяю все основные тезисы доклада о докладе Шея. Считаю, большая очень проделана работа, действительно, в условиях, когда тут вот время решало все. Олег Васильевич успел нести закон в проект буквально в последний момент. Потому что, если бы вот это он не сделал, нам бы осталось протестовать, заявлять решительные нет антиправительственной реформы ЖКХ. И все бы эти льготы были олимпедированы, а мы бы сказали, что в 2019-х год следствует об антинародной характере, проводимой политикой. и так далее. Так вот, благодаря тому, что было вовремя внесено альтернативное предложение, благодаря этому остановлены очень многие негативные меры, я думаю, это надо отразить в постановлении. И благодаря этому, то, что предполагалось сделать, по крайней мере, и то, что удалось сделать правительству по ухудшению положения, в значительной мере, или ограничено, или затормовано. И поэтому вопрос вообще о изменении в жилищно-коммулянной сфере, он остается вопросом борьбы, а иначе он был бы полностью решен к этому моменту. Вот, я думаю, что у нас есть все основания все это отметить. Я подготовил соответствующий проект постановления и готов его предложить, как только владаевый президент предложит это сделать. Со своей стороны, я хотел бы обратиться на один момент, который, может быть, в выступлении Олега Васильевича остался незамеченным, но он у него прозвучал, что вот там новые планы строятся, мне кажется, более глубокие. Я имею в виду планы со стороны Верон Кочубайса и других. Планы состоят в том, чтобы, основываясь на том, что значительная часть жилья приортизирована, а раз она приортизирована, то жилье стало недвижимостью, то есть товаром, то есть предметом купли-продажи. А раз предметом купли-продажи, если это все попадет, в какую-то большую компанию, которая будет возглавлять Шубайс или другие друзья народа, то это может быть объектом манипулирования гораздо более печальным, так сказать, для наших нужд, чем те или иные формы управления, товарищи, и прочее. Почему? Потому что можно поднять налог на недвижимость или другим путем вытряхнуть население из тех помещений, в которых находится. Я думаю, что прослеживается в течение последних лет тенденция людей, то есть не строить жилье, а захватить жилье в центре города, это в Генграде имеет место, это в Москве, в других крупных городах. Как захватить? Началось движение за приватизацию, в которых тянулись уже и трудящиеся. Хотя я думаю, что все знают, с чего началось это движение, с того, что пока жилье не приватизировано, нет смысла убивать тех, кто там живет. Когда оно приватизировано, приходят люди с пистолетом и авторучкой, предлагают авторучкой подписать, а иначе пистолет застынет. И в тех или иных форумах это жилье отбирается. Или в многоквартирные, в многокомнатные квартиры в городе Ленинграде, в которых теперь интенсивно приватизируются комнаты. Вселяется один человек, бандит, полубандит, создает невыносимые условия жизни из других и все меняются на меньшее, кто угодно готов уехать, только чтобы спастись от той самой квартиры или от того жильца, который уже одну комнату приватизировал. Поэтому вот эта приватизация комнат или квартир, она в данном случае является средством для захвата жильщия. вот этой собственности и для этого богатства, захвата этого богатства как частной собственности для того, чтобы превратить ее в свою собственность, как сделали с заводами, как сделали с фабриками, точно так же пытаются поступить и жильем. Пока это находится в государственной собственности, где мы нанимаем, я думаю, что это более высокая форма собственности, это тоже частная собственность, данная вручей класса капитализма. Если это буржарное государство, значит, жилье находится в частной собственности, так вопрос о том, Кто сдает тебе в наем? Или это делает государство буржуарное, где можно хоть, там есть Дума, есть правительство, есть можно о чем-то говорить. А если вы попадаете в частное жилье, то правительством вашим становится Чубарс. Ну фигурально выражается. Или Гайдар. Вот какая тут рассматривается опасность. Рассматривается опасность вот с этой стороны. А с точки зрения экономического подхода, если взять вообще теоретический подход к этой вещи, я считаю, что для буржуарного общества, ну можно купить, приоритизировать, то есть маленький дом, можно большой дом, средний дом, 5 этажей, 1 этаж, 100 этажей. Но приоритизировать комнату или квартиру это какая-то глупость. Или чепуха, или обман. Вот если я приватизировал квартиру, 2 квартиры, 3 приватизированные. А лестницу, кто будет приватизировать? А крышу? А подвалы? Значит, тот, кто приватизирует лестницу, тот будет брать деньги, это проход по этой лестнице приватизированной квартиры. Так, тот, кто будет приватизировать крышу, тот, ну-то говоря, не будет платить мне столько, сколько спрошу. Значит, будет дырка на крыше. Водосток сделан прямо себе. И так далее. Я хочу сказать, что это путь странный. Я хочу задать экономический вопрос присутствующий. Насколько расстояние могу вбить гость в приватизированной квартире? Она вроде как моя. Моя-то моя. Ороде как стенка моя и тут же и не моя. Квартира моя, стенка нет. Мне кажется, приватизация комнат и квартир это ляксус с точки зрения частной собственности. Ляксус, глупо. То есть это одна из форм обмана народа вроде ваучек. Да, если это частное хозяйство, если это капитализм, но покупайте дома. Покупают дома на Западе и затем сдают в наем. В этих домах квартиры, комнаты и так далее. Или продают дома, или целые дома сдают в наем. Это нормально. Нормально не в смысле того, что это хорошо, а потому что это соответствует экономической логике, по крайней мере развитию. Вот приватизация, она не вяжется даже с логикой. То есть приватизация отдельных квартир. То есть выхваченные, это все равно, что вот взять и купить кусочки, кстати, кожи или кусочки головы, или кусочки, так сказать, но рук у человека. То есть это не вяжется с экономической логикой и является источником всяких мошеннических проделок. Когда очень трудно будет законодательным путем, или общественным путем, или путем общественного контроля, как-то эти процессы остановить. То есть, поэтому сейчас, увидев, что есть такое мощное сопротивление, вот которое нам случилось, в основании шесть, и движение тиранов там, то движение, к которому присоединяются многие профсоюзы, общественные организации, самые разные движения и партии, видимо, значит, люди, сидящие, говорится, на другом конце и желающие совсем другие цели, они, видимо, меняют тактику, хотят перевести все это дело в другую плоскость. Им бы только перетащить это все в плоскость, так сказать, вот частной собственности, к некому вторичному рынку, где они уже путем тех проделок, которыми они занимаются, пытаются другими путями эту же самую проблему. Вот, мне кажется, надо уже сейчас готовиться и к этой опасности и не очень увлекаться вот этим делом приватизации жилья. Я хочу сказать стихийно, народ это почувствовал. Во-первых, в России остановился процесс приватизации. Скажем, в Болинграду менее половины, менее половины населения приватизировало свои квартиры, и это стабилизировался процесс. Более того, значит, имеется процесс деприватизации. Люди поняли, что что в лоб, что в полбу. Не хочешь платить квартиру на бланту, значит, ты будешь платить налог на недвижимость. Или тебе это повысит, или то повысит. То есть люди поняли, что они так, вроде как, могут покупать, продавать, но все сводится к тому же самому. Ты будешь или тому, или другому платить. Поэтому вот этот процесс остановился, тогда народ стали пугать сегодня. А если не успеешь приватизировать, то больше приватизация за плату. Так я и бесплатно не хочу, а за плату тем более. Поэтому, в общем, я думаю, что... Я вот лично, скажем бы, не пошел по этому пути. Точно так же, я ваучер не брал и в эту игру не играл. Я думаю, что вот это опасно играть. Надо будет еще этот вопрос обсудить и отдумать. Я хочу просто поделиться этими соображениями в порядке, в форменном мнении. Хорошо. Я к слову представляю, я не говорю. Значит, ну мне хотелось тоже поддержать то, что вот ранее говорилось товарищи. Все правильно, государство с себя снимает всякую обязанность. Смотрите, что оно делает. Промышленные, всю прибыльную промышленную, и керогудочные заводы, хлебобулочные продукции, все отдают частникам. То есть оно снимает с себя всю ответственность совершенно. То же самое делается в жилом секторе. Снимает с себя всю полностью общественную, то есть, заботу. Перекладывает это на местное самоуправление, допустим, ну, мыли и так далее, на уровень городов. А те, естественно, только на нас. Выигрывает все это только налогами. Замаясь нас на уровень. Так что здесь ситуация очень, конечно, зыбкая такая. Правильно, хотелось бы отметить и вот приватизация то же самое. Ведь принят закон о земле, пока еще не решились. Но ведь дом, на котором мы стоим, да, живем, наш дом, стоит денег. Значит, с него будут брать такой же налог, как вот, допустим, на имущество. Если приватизировано жирею, примерно. То есть тут много каких-то подводных камней кроется. Ну, я бы хотел сказать, что не только российская партия труда, профсоюза защиты. Наша партия тоже борется за это. Я просто с коротким сообщением хотел сказать, что 10-го числа у нас будет проходить общероссийская акция протеста против повышения услуг оплаты жилья и так далее. Против грабительской реформы ЖКХ правительства. Кстати, вот сегодня с Олегом Васильевичем шли, увидели объявление, что у вас к Нижнему Новому году тоже будет проходить 10-го числа эта акция. Я вас просил, товарищи, тоже поддержать эту акцию, где есть возможность, где вы находитесь на местах. Потому что это фактически общероссийская акция. Ну, вот, в принципе, и все. Слово представляется по имени Малышковской реакции. Так, вот здесь про грабителей там все сказали. Значит, я бы хотел обратить внимание вот на что. Я не случайно, Олег Васильевич, должен вопрос, а делать-то что? Значит, вот по опыту завода электромаш, значит, я вам могу сказать следующее. Пока мы боролись против одного, потом против другого, потом против третьего, завод падал, 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 падал. Я бы здесь говорил, мы директоров снимали, управляющих убирали вмешательства и так далее. Завод падал. То есть, мы пришли к выводу, что бороться против – вещь бессмысленная. Бороться против – это помогать тем, против кого ты борешься. Вот. Для того, чтобы чего-то добиться, надо бороться за. И поэтому я бы вот предложил Российской коммунистической рабочей партии 10-го числа провести вот эту акцию под лозунгом. Значит, поддержать проект позитивный. А я бы сейчас шею на ПЖКХ. Не наступать против того, что навязывают те ребята, а поддержать то, что им реально противопоставляется. Вот борьба за, то есть созидание, оно дает эффект. Борьба против – это разрушение. Борьба против разрушителей – это опять разрушение. Поэтому давайте все-таки бороться за. Вот. И в связи с этим, я думаю, что мы здесь вот должны определить свои задачи. Я считаю, что мы должны, как бы правильно Олег Васильевич сказал, первое – это агитация, второе – это организация, а третье – это уже совместные действия. Так как Вы сами сказали, агитация – организация и директивы. Только тогда нам нужно что-то реализовать. И я вот думаю, что нам надо, да, нам надо очень серьезно продумать вопросы, как оперативно, а вот судя по тому, что доложил Олег Васильевич, времени у нас будет очень мало всегда, устроит временной прессинг страшный. Вот дома переизбирается и начнется скачка. Это, 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 это. Вот. То есть каким образом нам организовать информацию, агитацию людей прежде всего? Для того, чтобы, так сказать, реально поддержать вот те позитивные шаги, которые будут предприниматься нашими депутатами в Государственной Думе. Вот на уровне города, конечно, можно решить какие-то вопросы, на уровне области. Но здесь вопрос стоит, так сказать, в уровне федерального. Вот как на федеральном уровне реально поддержать наши инициативы, инициативы направлены на наши интересы. Вот это вот очень серьезный вопрос, который нам надо продумать. Я думаю, что здесь партия, да, но главное, это все-таки работа в профсоюзных организациях, потому что ни одна другая организация сегодня не объединяет такое количество людей. Вот это вот очень важно. Вот, а в принципе, вот по работе, вот с коллективным договором, я утвердил в самом мысли, что Владимир Евгеньевич Ленин был совершенно прав, что профсоюз это школа коммунизма, потому что там учатся люди, значит, самоуправлению, самоорганизации, самоделительния. Вот, и думаю, что нам надо обратиться ко всем профсоюзным организациям с призывом, значит, вести работу в поддержку вот тех позитивных сочинаний, которые будут, значит, на федеральном уровне, на городском и областном тоже, значит, направлены на позитив в развитии нашего государства, наших отношений к государству. Вот, что я хотел сказать. Спасибо. Желающие есть, желающие есть. Я очень боюсь. А вот так вот. Позор, я просто. Не, 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 поступайте. Я, я скажу, товарищи, я гость, гость съезда и совещания, Харьков, Украина, Ивашенко Алексей Васильевич. Значит, я хотел бы, так сказать, не об Украине говорить, не об России, не о разнице между нами с вами, а немножко затронуть темы, которые сегодня здесь обсуждаются. В более обстоятельствах я последние восемь лет в профессиональной своей деятельности занимаюсь, то есть являюсь главным бухгалтером предприятия. То есть в какой-то степени знаком с сутью налогообложения, экономики, юриспруденции, то есть фактически бухгалтерия сейчас, это совсем другое, чем было раньше. Поэтому я чувствую, так сказать, отдельную проблему, связанную с тем, что товарищи высказывают предложение об изменении налогообложений, об увеличении поступлений в государственный бюджет. Есть такие проблемы. Они общие для всех стран, независимых теперь уже сложившихся бюджетных стран, как бы нам неприятно это не было ощущать. Значит, мы хотели бы увеличить, допустим, бюджет государства. И предполагаем, мы трудящиеся, предполагаем, что нам от этого будет лучше. Вот пытаются вводить новые налоги. Я бы хотел поставить перед вами такой вопрос. Вот есть ли экономическая, какова экономическая суть налогообложения? Я утверждаю, что нет никакого экономического смысла в налогах. Налог, как тысячу лет назад, как 200 лет назад, имел всего лишь один смысл. Это дань бедных богатых. Богатые, владея вооруженной силой, владея всеми средствами подавления, брали дань из бедных и тем самым это называли налогом. Поэтому попытка, значит, какой-то смысл внести эту сферу, с нашей точки зрения, я думаю, не должна, так сказать, не приводит к каким-либо результатам. Вот, допустим, пример. Сколько раз человек должен заплатить налог с одного заработанного рубля? Мы, получившие рубль на заводе, заплатили уже все налоги, подоходные и так далее. Пошли в магазин, заплатили тут же у прилавка с нас, взяли налог на добавленную стоимость или акцизный сбор. Потом этот рубль заплатили, допустим, мастеру, пришедшему к нам ремонтировать наш телевизор. И по законам государства мы должны задеполировать данные доходы и тоже, так сказать, он должен заплатить налог. Мы можем заплатить этот рубль в партийную кассу, потом в партийную кассу выплатить заработную плату и тоже заплатить налоги. То есть, действительно, если рассмотреть под лукой данную проблему, то экономической сути налогообложений нет никакой. Само буржуазное государство решает вопросы пополнения своего буржуазного бюджета намного лучше, чем мы. Поэтому мы должны, я думаю, заниматься теми вопросами, которыми мы будем заниматься лучше их. Это вопросами защиты прав трудящихся, это вопросами увеличения заработной платы. А за счет каких, собственно, средств буржуазия будет повышать эту заработную плату, это должны быть проблемы самой буржуазии. Как она свой бюджет пополнит. Допустим, есть проблема с пенсионным обеспечением. Сейчас на Украине начинается обсуждение вопроса пенсионного обеспечения. Допустим, пенсионный сбор большой или маленький, переводить на солидарную систему, пенсионную, или, так сказать, на индивидуальную пенсионную систему. Я думаю, что эти проблемы, если они не обсуждались здесь, в России, то обсуждаться будут. В данный момент времени на Украине признана такая теория, что пенсионное обеспечение солидарное. То есть все работающие платят пенсии всем неработающим. Я считаю, что здесь совершенно ошибочный подход к самой проблеме. Что такое пенсия как такова? Пенсия – это фактически дивиденд с тех материальных ценностей, которые создал пенсионер, нынешний пенсионер, за предыдущее время своей работы. Вот наши отцы-матери работали. За это время, за 30 лет своей профессиональной деятельности создали материальные ценности. Эти материальные ценности государство эксплуатирует и должно выплачивать вознаграждение пенсионерам. То есть, условно говоря, так называемый дивиденд. Вместо этого, что делает государство? Оно продает, то есть проводит приватизацию, продает заводы, станки, то есть всю ту собственность, которая создана не его трудом, а создана трудом предыдущих поколений. Причем продает без обязательств нынешних или будущих собственников, купивших за бесцену, а перед пенсионерами, то есть перед теми, которым эти собственники будущие должны выплачивать ту часть дохода, которую создало предыдущее поколение. И, соответственно, перекладывает эти обязанности на всех ныне работающих. То есть на нас с вами. Бесплатный проезд в транспорте, бесплатный проезд в метро, выплата пенсии, повышение пенсии государства утверждают. Значит, все работающие платят пенсионный фонд мало, поэтому, так сказать, пенсии сейчас у пенсионеров небольшие. Тем самым оно преднамеренно сталкивает интересы работающих с неработающими. То есть у работающих сейчас нет и не должно быть в логике вещей никаких обязательств. Вот, то есть они, такое я, работающий человек, имею отношение к пенсионеру. Я оплачиваю его бесплатный проезд. Или государство, государство, укравшее у него, его, так сказать, материальные ценности, должно ему выплачивать. Поэтому данная проблема, я думаю, что тут тоже имеет место и должна быть нами понята, освещена и, так сказать, в будущем взята на вооружение. Все, вы посетите. Слово представляется... Я очень рада, поскольку я время много заняла по тому вопросу. Я хотела бы рассказать о факте экзотиста, которые приходили у нас в Тольятти и в Самарской облаче, в городе Самара. Очень большой митинг прошел в Самаре, 31 марта, с 15 до 16 часов. И по информации Федерации профсоюзов, митинги приняли в части 15 тысяч человек. Эта акция была направлена против повышения тарифов на электроэнергию. У нас Самарская региональная электрическая компания, в течение последнего года, по-моему, раза 4 повышала тарифы на электроэнергию. И у нас даже мэр города Тольятти сейчас судится с этой компанией. По нашему городу. А 31 акта это не последняя. 10 апреля предполагается пикетирование арбитражного суда. В этот день судей рассматривается из прокуратуры Самарской области против решения региональной электрической компании. Тоже у нас депутат наш направлял по повышению в прокуратуру. Здесь тоже это значение имеет. А по городу Тольятти проводили Федерацию профсоюзов, наша городская. Она небольшое количество людей собрала, не очень так активно. Они провели работу по организации митинга. Участники митинга в Самаре направили и губернатору свои резолюции. Женские тут организации тоже делали по реформам. Это направляли и президенты, и правительство, и по приватизации здесь заодно. Все наши митинги, которые мы проводили тоже в городе Тольятти нашим независимым профсоюзом единства, мы проводили с общественными организациями другими, и тоже эти требования мы тоже расставляли с блокадами, со всеми. Но я считаю, что в нашем городе недостаточно. В Самаре очень хорошо прошла вот эта кампания. С 1 апреля у нас ввели поминутную оплату телефонных переговоров. Сейчас во что это вылетит, тоже у нас в протестах, сейчас в табактах мы нет. Вроде говорят, будут это как экспериментально, а у нас ничего нет временного, а то постоянно что-то уходится. На конференции очень активно у нас люди выступали, на заводской у нас всегда присутствует мэр города, и там женщина одна, вот у меня на корсете, даже если мы ее посмотрим, когда она говорит, я буду как по телевизору, я говорю, мат не люблю, и вот в каждом предложении это пиво вставляла. Там такое хорошее, очень резкое выступление было как раз по этому, по реформе, по повышению сейчас квартплаты, еще у нас городская дума рассматривает, с июля месяца повышение квартплаты опять же у нас будет. Это уже как бы она объявляет, как уже состоявшиеся все. Потому что вот если не активно вот так вот люди организуются, это быстрее все принимается. А по Самарскому там приостановили вот это вот повышение, когда прошло такой большой месяц. Поступило предложение прекратить премию. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Опустите, пожалуйста. Против есть, против нет. Продержавшихся нет. Принимайте единогласно. Проект резолюции по индукционной комиссии. Предлагаю следующий проект восстановления Российского комитета рабочих. Основение Российского комитета рабочих о реформе жилищно-коммунального хозяйства. Российский комитет рабочих выражает свою обеспокоенность попытками правительства осуществить такую реформу ЖКХ, которая ухудшает положение населения и поддерживает альтернативный проект реформы ЖКХ, внесенный в Государственную Думу депутатам о вошейне. Благодаря массовой борьбе, организованной сторонниками проекта реформы ЖКХ, внесенного в ОВШ, осуществление негативных мер, содержащихся в правительственном проекте, частично было блокировано, а частично отложено. Сохранены льготы ветеранам, почетным донорам, сельским учителям и врачам. Правительство вынуждено было значительно изменить свой проект. Было отправлено в отставку инициатор реформирования ЖКХ, председатель гостроя Анвар А. Шамуд Ахаров. Прошла поправку ОВШ о финансовой прозрачности расходов на ЖКХ. Предстоит дальнейшая борьба за реформу ЖКХ в интересах населения. Необходимо добиваться сохранения льгот, возможности установления счетчиков, опотребляемой населением ресурсов за счет государства и выбора обслуживающих население в личной эксплуатационной кампании. Повышение квартплаты должно быть заморожено, по крайней мере, до того, обещанного авторами нового трудового кодекса момента, когда минимальная заработная плата выйдет на уровень прожиточного минимума. Российский комитет рабочих постановляет призвать рабочие и профсоюзные организации использовать все доступные форумы, сколько митинги, собрания, листовочные и подписные кампании, остановки производства кампании и писем государственных органов и тому подобное для поддержки проекта реформы РТХ, внесенному депутатом Шейнен, и блокирования правительственного проекта как антинародного. Вот такое предложение рассмотреть, принять за основу. Можно поставить на голосование, принять за основу. Можно предложить, пожалуйста. Можно. Я думаю, что вначале не попытка, а не правительство. Не попытка, а деятельность правительства. Это не попытка, это тренаправленная деятельность. Будет редакционно не звучать деятельностью правительства. Я думаю, что лучше тогда принять за основу. Я бы предложил, там и главену Михайловичу посидеть, подумать, как-то редактировать еще. Но буквально вот сразу так не проходит. Я бы сам, пожалуйста, голосовать будет не пою. Ну-да, не пою. Нет, нет, нет. Я не пою, поправлю. Нет, нет. Надо за основу, я думаю. Поправлю. Ну, пожалуйста. Я бы сказал, как за штуку. Ну, пожалуйста. Мечтащий, я полагаю, что резолюция, это все принято, если бы не за основу. Я просил бы, вот, я зачитаю первый тунг резолюции о политике в сфере ЖКХ, которая была принята на конференции неправительственных правозащитных организаций Приворского федерального округа. Это было 11 декабря 2002 года. Почему я ее зачитываю? Ну, как бы, я и проект подготовил. У меня есть предложение не заслушивать какие-то предоставления. Для другого случая опросить товарища Ярмонцева подготовить проект к резолюции. Мы даже принятие за основу можем и отложить. Не обязательно нам участвовать в основу. Если будет резолюция, там, скажем, более выверенных проектов, я думаю, надо было рассмотреть два проекта, решить, какой принять за основу, а потом редактировать. Ну, просто брать чужую резолюцию из чужого митинга. Я думаю, это не тот стиль и так нам не можно наручить. Все правильно. Я, про прощение, Дмитрий Васильевич, подвольте, как бы от меня Михаил Васильевич перебил. Почему? Я не зря сказал. Я не зря сказал. Я просто, просто, зачитывал свое предложение. Вот по этому тексту. Это, так сказать, моя редакция, мой проект, и я в личном качестве предлагаю. Проект чего? Проект чего? Для чего? Проект чего? Проект резолюции о политике в сфере жилищно-коммунального. У нас нет резолюции. У нас постановление Российской комитетной. Ну, постановление, как раздом. Есть проект постановления? Давайте, давайте, вот, Михаил Васильевич, Вы предложили выразить обеспокоит. Нет, Нет, я не предлагаю его. Я внес проект постановления Российского комитета рабочих. Если у вас есть другой проект постановления Российского комитета рабочих, я очень бы вас просил выйти сюда и его зачитать. Если у вас нет другого проекта, то действует обычно так. Если другого нет, то принимаем за основу тот, кто есть. Но тот, который есть, может быть тоже неудовлетворительный, тогда его отклоняют. Оказывается, такая ситуация, что нет никакого данного. Да, работает ситуация ясная. Проекта другого нет. Значит, есть предложение. Мы можем они принимать за основу или как? Можем они принимать. Можем они принимать. Значит, вы готовьте к завтрашнему дню. Другой проект. Я просто хотел бы предложить Михаила Васильевичу первый пункт отсюда взять. Нет, так и нет. Пожалуйста, рекомендационную комиссию сговорить на основу. То есть я, так и нет. А снова не предоставить. Нет, я считаю. Нет, это проект, даст. Значит, вторым вопросом мы закончили. Ну, вы знаете, до завтра по резолюции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...